Здравствуйте. Итак, у меня первый к вам вопрос. Что может повлиять на ваш прогноз? Когда ситуация может ухудшиться существенно или улучшиться? Здравствуйте. Прогноз – дело такое. Берем статистику, берем матрицу дефолтов, накладываем ее на наш рынок и дальше ожидаем, насколько будет все позитивно или негативно. Мы считаем, что 20 дефолтов – это много, это достаточно консервативный прогноз, потому что, конечно же, все эмитенты бьются за свое будущее, пытаются открывать лимиты. Если не получается в облигации, то идти куда-то на краудфандинг, краудлендинг и так далее. Но, как только что Александр заметил, действительно, доступ к деньгам, особенно для эмитентов, которые сильно зависят от розницы, доступ к деньгам усложняется. И плюс мы видим еще важный момент, что традиционные, назовем так, инвесторы бумаг с невысокими рейтингами и даже без рейтингов сейчас склонны идти в более качественные бумаги, более качественных эмитентов, потому что доходности, которые дают верхние эшелоны вплоть до ОФЗ, они стали интересны при газда более низком уровне риска или даже при полном его отсутствии, ну, с поправкой на то, что все это в масштабах нашей страны. Поэтому жизнь покажет, но, мне кажется, разумно ожидать, что риск при инвестировании бумаги с низкими рейтингами или без рейтингов, он стал значимым. Ну, для примера, матрица дефолта, в которую ведет агентство и которая формируется, так сказать, пишется кровью, да, после каждого дефолта, она говорит о том, что в категории P, UB, дефолтность 20% историческая. Хорошо. Почему-то многие не смотрят, но это важно. Будем считать, что на этот вопрос мы ответили. Меня интересует другое мыло, что доходность ВДО выросла, по-моему, там, до 15-18%. Вот компенсирует ли текущий уровень доходности по корпоративным облигациям, качественным, по высокодоходным облигациям, вот этот риск, возросший количество дефолтов? Ну, на мой взгляд, в этом будет большая проблема, что 15-17-18% годовых, вот в нынешних условиях, при нынешних рисках, для тех инвесторов, которые остались в этом сегменте, этого будет недостаточно. И вопрос будет в том, потянут ли бизнес-модель оставшихся эмитентов, ставки в 20-21, 22-22, то, на что инвесторы, те, у кого осталось квидность, те, у кого остались деньги, на что они согласятся. Потому что более осторожные инвесторы из 15% с высоким риском уйдут в 10%, где риска почти нет. Спасибо. Это был Павел Митрофанов, генеральный директор компании «Эксперт-бизнес-решения».